Вероника, Вероника, ты куда? Одна Мишлемовская звезда! Идем пробовать! Нам принесли инструкцию, как их кушать. Всем привет! Ребята, всем привет! Привет! Надеюсь, что нас видно. Еще ночь, как дети сказали. У нас, как всегда, безумная идея. Поставили будильник на 6 утра. И мы сегодня решили посетить Гонконг. Сегодня поехали в приключения. Девочки охотно собрались утром на свой рюкзак. Покидали какие-то сладости. Фонарик. И с таким интересом, что вот еще темно. Азарт. Азарт у них, да. И вот, в общем, мы идем сейчас в метро. Сегодня поедем в Гонконг, погуляем. Специально поехали пораньше, потому что в Гонконг вот такая штука, пока туда доедешь. Уже будет день. Пока оттуда уедешь, уже будет ночь. Поэтому поехали с самого раннего утра. Чтобы у нас было время. Позавчера съездили в Гонконг. Мы каждый день ездим туда. И сдали ноутбук. Сдали мой MacBook Pro. Не подружился я с ним. Но я, наверное, сделаю, может быть, это как-то отдельным выпуском. Или как, в общем, я хочу описать, почему мне он не подошел. И почему я решил все-таки выбрать ноутбук на Windows. Здесь мы иногда завтракаем вообще. Вот такие вот пельмешки берем. 5 юаней стоят 10 штучек. Вот такие чашечки, когда все дело запаривается. И также есть такие, сколько большие. Вот заплатила 20 юаней. Такая куча пельменей будет сейчас. В общем, все покушаем. Есть ли смысл говорить какие-то даты? Потому что монтаж, наверное, скорее всего, выйдет не скоро. Монтировать это видео я, наверное, буду в Таиланде. Поэтому, ребята, ну как бы хочется все-таки поделиться. У нас какие события произошли? Мы давно уже не снимали ничего. У нас уже закончилась школа. У нас уже начались официальные каникулы. Девочки буквально вот во вторник написали тесты. В пятницу они получат результаты тестов. Да, вот в пятницу только начнутся каникулы. Ну и что? Ну, можно сказать, уже начались. Потому что девочки уже свободны. И буквально в школу уже, ну, не надо, в общем. Так, что еще? Заплатили мы за учебу. Тоже очень хорошее событие. За двоих детей сразу же отнесли денежку. Вот, что еще? Ну, с ноутбука у меня тут дела. Купили макбук. Собственно, об этом видео будет, да? Да, да, да. Сделаю обязательно это видео. Потому что все-таки мы покупали. У нас было счастье полное из штаны и так далее. Не, ну, действительно, было все откровенно и так далее. Что еще? Что еще? Едем мы в Таиланд. В субботу. В субботу буквально вот. Послезавтра. Послезавтра едем в Таиланд, да. Постараюсь побыстрее смонтировать видео, чтобы это было маленько все актуально. Уже дальше будем радовать вас своим видео из Таиланда. буду монтировать на новом ноутбуке там. На улице градусов, наверное, 20, наверное, да? Сейчас где-то градусов 20, да. Может, 22. И темно. Ну, вот, смотрите, уже светлеть начинает. Время сколько? 6.42 уже. Для Ника сегодня такая взяла, потому что не хотела идти в школу, а потом она сказала, о, сегодня мне надо идти в школу, как хорошо, выходной. Для себя недавно открыли новый маршрут именно до Гонконга. На станции Ши Цяо, недалеко от нас, есть вот отправочный пункт, где уходят автобусы. И туда-обратно будет стоить 130 юаней. Везет автобус прямо в центр города. Если кому-то интересно будет, то мы оставим локацию этого места. Оплату за детей взяли тоже 100%. В Гонконге даже есть Диснейленд. Да, как я не знал, Гонконг есть Диснейленд. Время 9.30. На границе Шинчжэнь, Гонконг нам пришлось выйти из автобуса. И сейчас мы пересядем в автобус, который находится именно в Гонконге. Мы уже перешли. Мы приехали, время 11 часов. Где мы находимся? Вот это место, Каузуэй Бэй. Находимся мы на острове Гонконг. Вот, ребята, вот такой вот он Гонконг. Очень мало места, очень много бетона. Двухэтажные автобусы, двухэтажный трамвайчик. Оля, ну ты в Гонконге, какие у тебя ощущения? Классные. Классные? Все такое необычное, да? Да, все новое. Просто красиво, ребята, посмотрите, как тесно стоят здания между собой. Много-много всяких различных известных брендов. Диора, я вот смотрю, реклама. Так, смотреть на право. Здесь написано смотреть на лево. Потому что что? В Гонконге левостороннее движение. Ребят, мы в магазине Apple Store не потому что мы хотим купить продукцию Apple, а потому что здесь есть Wi-Fi бесплатный, очень хороший. Ребят, просто смотрите, миниатюрные улочки, машинки прям в одну дорогу. Везде люди ходят, много-много людей. Пахнет везде очень приятно, как-то везде то выпечкой пахнет. Посмотрите, прямо на лестнице все продают. Трамвайчики вот эти, да, прям симпатичные. симпатичные. И автобус прямо едет сзади. Вау, какие модели. Вероника, Вероника, ты куда? Я хочу посмотреть все магазины. Ты хочешь походить по магазинам? Да. Ты понимаешь, что и какой магазин пошла? Это же, ну, не, типа, не дешевый же магазин. Я знаю. Я знаю, руки. Я хочу просто по магазинам походить. Посмотрите. Ооо. Это кто? Это солдат. Солдат. Верно. Из фильма «Звездные войны». Как тебе? Я не поняла. Я ничего не поняла, о чем я говорю. Круто то, что охранник говорит, да, по-английски, да? Да, все говорят по-английски, и это очень, конечно, радует. Мы отправились на поиски легендарных гонконгских пельмешек кимсу. Если вы в Гонконге, и вам нужны наличные деньги, то лучше всего их снять с любой карты, будь то китайская карта или русская карта. Это выгоднее, чем менять в обменных пунктах. Гонконгские доллары. Вот этот ресторанчик, который мы ищем. Здесь вот такие вот пельмешки на пару. И посмотрите, у них одна мишлемовская звезда. Идем пробовать. Подали, в общем, такое меню. И нам налили чай зеленый. Хочу сказать, что не дешевое кафе. Допустим, смотрите, обычные вот пельмешки со свининой. 60 баксов гонконгских, 6 штучек. Кстати, нам еще поставили вот такие чашечки. Здесь непонятная какая-то такая вот субстанция. Я понюхал? Имбири, мне кажется. Пахнет имбирем, да. Принесли наш салатик с морскими водорослями. И, кажется, там тофу. Вкуснятина. Ребята, смотрите, заказали пельмешки вот эти сяо лунбао. Нам принесли инструкцию, как их кушать. Налейте немного соевого соуса и уксуса вот в эту маленькую тарелочку. Таким берем. Затем окунитесь ау лунбао в этот соус. И предварительно надо попробовать эти пельмешки, чтобы понимать оригинальный вкус. Без соуса и без... Да, без соуса, без соуса. Затем переместить в ложечку, проковырять небольшую дырочку и пить бульон. Наслаждаться бульоном. Бульон с кенешкой. Осторожно, это горячее, да? Да. Подайте блюда. Не знаю, нам сидеть и двигаться. Отлично. Соевый соус. Немного уксуса. Короче, не будем заморачивать. Какой он сочный внутри. Внутри имбирь и мясо. Бесподобно. Снизу мясо, а сверху креветка. Да. Смотрите. Тут столько бульона там. Да. Очень сочный. И очень вкусно. Рис. Вкусно. Рис и том, ну, вкусно. Обычно. Вышел наш обед на 411 долларов. Круто. Рассчитаться можно по карте. Поэтому при наличии карты виза, мастер-карты и так далее, можно оплачивать. Было очень вкусно. Мне прям понравилось. Все как-то с такой подачей прям клевое. Тебе что больше всего понравилось? Мне понравились вон че вот, которые такие длинные козы. А, с креветкой. А мне понравились арумбау. И еще вон те тоже как поле длинные. О чем мы так говорим? Вот так вот, как сходница, как будто бы. Взрослый билет 2,30 долларов. Детский от 3 до 12 лет 1,2 доллара. Ну, естественно же мы пойдем на второй этаж. Здесь народу, наверное, много, да? Сомнительное удовольствие. Я немного не лазил здесь. И здесь все занято, поэтому приходится просто ехать, а не глазеть по сторонам. Мы наконец-то сели, да. Ну, вид, конечно, шикарный вообще. Как муравьи, да? Все бегают, да, что-то? А вот очень много. И все такое красивое. Какие-то цвета такие сочные. Очень красивые. Полина не отрывает взгляд от этих улиц. Она прям все рассматривает, смотрит. Ей прям очень нравится. Смотри, здесь унисон. Здесь не минисон, но унисон. Унисон. Да, ты видишь? Тешно. Что смотришь? Я смотрю на улицу. Захлёб смотрит. Смотрите, как трамвай сильно близко друг к другу расположен. Вот, чтобы вы понимали, посмотрите. Если я вытяну руку, то я достану идущий трамвай, который идет нам на встречу. В таком густонаселенном городе, в центре, прям еще могут быть такие стадионы. Посмотрите. Два брата-акробата. В те времена, когда Гонконг был английской колонией, богатые англичане строили здесь себе дома. И китайцам даже запрещалось находиться здесь. Трясочка такая симпатичная стоит. А там, посмотрите, вентиляция и дым валит. Скорее всего, там кухни. Происходит готовка еды. На данный момент мы сейчас живем в Гуанчжоу. И себя ощущаем достаточно... Как сказать? Мелко. Мелко себя, да, ощущаем. А если хочешь вообще себя почувствовать нищебородом, то Гонконг это самое оно то место. Просто походите здесь, зайдите в какую-нибудь забегаловку, купите какой-нибудь кофе или ещё что-нибудь, и вы поймёте. Католический храм. Ребята, этому зданию 100 лет. Тут всё так тихо. Да, снимать нельзя, ребят. Но я прям хочу вам показать это. Как тебе это место? Понравилось? Билет стоит для взрослого 90 долларов. Это туда и обратно на трамвайчике и обзорная площадка с хай-терейс. Детский пополам. Детский 43 доллара. Девчонки попросили местную валюту посмотреть. Маленечко мы разменяли. У нас двадцатка. Покажи двадцатку. Десятку покажи. Десятка очень интересная. Здесь такая... Окошечка. Да, здесь такое пластиковое окошечко. Прям денежка вся такая, как будто как из пластмассы сделана. Вот сотни. Если кому-то интересно, вот сотни примерно так выглядит. все, наконец-то мы поехали. Неплохо сели. Ну, сказать не сели на такую лавочку небольшую. Сколько мы ждали? Час, четыре часа. Мы где-то два часа простояли. Со два, ребята, представляете, в очереди постояли. А сейчас будем просто любоваться. А мы с мамой боялись, детям понравится или нет. Ну, хочу сказать честно, Веронике маленечко скучновато. Она маленько так, как-то так. А Полина прям вот так вот заглядывает. Так что... По линии восемь лет, Веронике семь. Видимо, годика еще не хватает. Все, ребята, мы приехали. Здесь сразу же на входе такие магазинчики. И... И мы купили магнит. И мы купили магнит. Гонконг. Красивый. Поля, почему так не уверена? Как живой, да? Да? Мизинчик вот так вот оттопырит. Фотки где будет? Инстаграме? В инстаграме, да. Еще раз. Гонконг, посмотрите, весь на ладоне. Самый пик. 428 метров на уровне моря. И смотри, как видно все. Ого, прям, Маша, что-то ножки подкосились. Ветер такой прям снизу дует. Прям холодный, блядь. Ну, я бы сказал, это не самая высокая. Судя по всему, вон там еще выше есть. Ммм, какой воздух морской. Камера упадет. Ветер обдувает их, здорово. Я сейчас буду подписывать открытку. Что написала? Я обожаю это место. Мне очень понравилось. Так, и что нужно сейчас сделать, говори? Сейчас надо вот так вот брать. И в свободное место поместить его, да? Да. Готово. Все, твое пожелание теперь будет здесь. Надо было еще подписать. Лина. Надо было написать. Окей, я сейчас напишу. Смотрите, ребята, едет трамвайчик. Далеке виднеется. Вот оттуда мы приехали. Судя по всему, это жилое какое-то здание. И там тоже, посмотрите, вон там жилое здание. Люди же живут там, как-то выбираются. Может быть, маршрутный автобус какой-нибудь ходит. Гонконг шикарен вообще. Никусик. Ну что там, видно что-нибудь? Нет? Видно, нет? Что там видно, расскажи. Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Мы здесь уже живем третий год, я имею в виду в Китае. И на Пивикторию только впервые поднялись. Ну и что? Еще много мест, где мы не были. Ну просто так рядом, такие виды, такие места, и мы просто как бы не ходим почему-то. Я вообще осталась бы тут еще на пару часов и дождалась бы заката и наблюдала бы за закатом, если честно. Но дети уже как бы не могут тут оставаться больше. Да, дети уже заскучались. Нравится здесь? Да. Что понравилось больше всего? То, что я смотрела вниз. А тебе? Еще мне понравилось писать вон эти сердечки. А мне больше всего это понравилось писать сердечки открытие. Ты что написала, кстати? Я написала. I like. I like. I like. Мам, как там I like? Что я там написала? Пик. Да. I like. Здесь, ребята, посмотрите. На этой стороне что-то строят, либо реставрируют. Непонятно, в общем. Место очень популярное, поэтому, конечно, застраивается. Очень большой поток туристов, поэтому это место не пропадет. Ну все, прощай, Пик Виктория. Я думаю, что мы больше с тобой не увидимся. Такой красивый вид, но почему? Ну, это такое место, где раз побывал, и ладно. Я так считаю. Ну, в принципе. Если только тещу сюда свозим. Да. Ладно, все, пойдемте. Пойдемте. Кстати, Татьяна Анатольевна, вам привет. Я думаю, вам будет приятно получить привет с Пика Виктории. Также моей маме привет. Мама, привет. Наша мама, это наши главные зрители. Да. И мой папа. Привет там тоже передавай. Вам всем привет. Ну, как будто бы в Америке. Почему? Не знаю, мне вот эти вот огоньки и звуковая сирена, это напоминает Нью-Йорк. Мы там не были. А мы там не были ни разу. Смотрите, какое маленькое кафе. Нам нужно поужинать. Там буквально, вот смотрите, два стола. И достаточно недорого здесь. В общем, здесь омлет, внутри рис и мясо с овощами. Всякая штука. Сейчас будем пробовать. День очень вкусная и очень красивая. Сегодня очень классный день. Все можно. Даже если подарки сегодня можно. Принесли шедевр. Это омлет. Внутри должен быть рис, я так понимаю. Вкусно? Вкусно. Пробуем мяско. Ну, шикарно, как лицо, посетитесь. Да. Девчонки ждут свои порты. Я тоже уже с виной зашла. Так, я думаю, что будет интересно вот что внутри. Бах. Рис. Омлет. У вас как вкусно тоже. У вас рыбка? Угу. Так, пусть возьми салфеточку на всякий случай. Угу. Помогай. Я думаю, что он будет правильно развернуть вот так вот. Угу. Угу. Попробуй. Омлетик. Ммм. Войдем к нам. Давайте. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо вам тоже. Все такое сливочное, какое-то неострое. После гуанчжоу, кажется, какой-то пресной еды. Хочется что-нибудь добавить остренького. Не добавить из этого. К сожалению, остренького ничего нет. А вот кроме этого, это что-то похоже на имбирь. Ребят, принесли вот такие вот типа эклеры. Я уже попробовал бесподобный. Крем вкусный, как у вас в России. Ммм. Рис. Переедем домой. Мы успели. Успели. Ели. Последний автобус. Да, да, кстати, последний автобус. Все, ребята, мы приехали. Время сколько? 20 минут 12. 20 минут 12 уже. Девчонки уснули в автобусе. В общем, что я могу сказать. Устали сильно. Улыбка такая уже, натянутая. В общем, Гонконг мы увидели с новой стороны. Много очень нового увидели. Да, путешествие нам понравилось. Нам понравилось, девчонки. Мини путешествие было прикольное, но под конец устали. Все, ребята, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока. Метро, к сожалению, уже закрылось. И работник метро нам помогает заказать такси. За что ему большое спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok